Волонтеры помогают медикам теперь и в мобильных прививочных пунктах. Бумажная работа несложная, но именно она отнимает большую часть времени специалистов. Помощь добровольцев позволяет сократить очередь пациентов, которые хотят сделать прививку от коронавируса. Репортаж Анастасии Привецкой. Первая, вторая. В течение недели Юлия Литвинова приходит в один из торговых центров Хабаровска, но не за покупками. Несколько часов в день безвозмездно помогает врачам мобильного пункта вакцинации выполнять бумажную работу. Заполняет в журнал информацию о пациентах, переносит данные в компьютер, выписывает справки. И хотя тратит на эту работу летние дни, особым подвигом не считает. Будущая профессия Юлии – социальный работник, что это своего рода практика. Так как я учусь на социаработника, это желание помогать людям и быть причастным к этому всему. Наша помощь нужна всем, и мы должны помогать всем. Кто, если не мы. Кроме нас, никто этого сделать не сможет, и врачам нужно помогать. Бумажная работа занимает гораздо больше времени, чем, собственно, укол. Врачи уже посчитали, что благодаря волонтерской помощи получается принять на 10-20 человек больше. А за день этот мобильный пункт посещает около 100 желающих привиться. Это очень сокращает время, чтобы больше народу сделать охват, а больше успеть сделать вакцин. Очень нужна помощь волонтерам. Волонтеры у нас приходят не всегда, так скажем. Когда сами пишем, регистрируем. Когда вот сегодня девушка пришла. В прошлый раз я была без волонтера. То есть, ну, нагрузка больше, конечно, намного. Привлекать волонтеров в Хабаровском крае начали в прошлом году в пик первой волны распространения ковида. Но тогда в медучреждения требовались в основном добровольцы с хотя бы начальным медицинским образованием. Сейчас опыта работы в условиях пандемии больше. Но людей по-прежнему не хватает. Добровольцы нужны, чтобы развозить лекарства, информируют людей о компании по вакцинации, да даже элементарно следить за соблюдением социальной дистанции в очереди на прививку. Вообще никаких ограничений нет. Конечно, мы просим, чтобы это были 18+. Есть студенты, которые школу закончили, им 17 лет. Вот они говорят, вот нам на днях 18 они идут. Взрослые тоже помогают, да, старше 40. Вот мы встречались, есть у нас волонтер, она отличная автоволонтер. В волонтерских центрах готовы встретить и обучить любого. Чтобы желающим было удобнее добираться до какого-либо привилочного пункта, им готовы обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте. Анастасия Привецкая, Иван Юров, телеканал «Губерния».